ну и наверное последнее что мы я лично расскажу на сегодняшний день есть такая штука вот когда вы корректите свой фильм там свадьбу рекламный ролик вам хочется иметь такой общий лук какой-то сильно выраженный который ну вот общий характер цветов то есть что-то вот сейчас цвета у нас но но контрастно но там тепленькое холодненькое если он хочет иметь как спасение родового минорити report господи том груз там играл да те же самые трансформеры с голубыми тенями какой-то яркий характер да общую цветокоррекцию на все чтобы вы не копировали там дополнительные сколько-то ноут на каждый клип они у вас всегда лежат как показывает практика это тоже можно у нас есть режим клип который мы всегда работали у нас есть режим on mix который в принципе тот же самый наш клип но если бы у нас тут было где-то переход или бутерброд из нескольких слоев которые там как-то смешиваются режимом улучшение девинчиком и четвертого уложения то то вот в закладке клип мы увидели результат всех наших вот этих слоев или результат перехода а в ноги on mix мы бы видели каждый клип отдельно выбранный только тот который подсвечен да но у нас остается трек что он делает трек это какая-то общая цветокоррекция которая ляжет на все что у вас есть в проекте то есть если я создал на весь таймлайн да на весь таймлайн создам какую-то вот ноду и ну чтобы показать что-то такое вот синее у меня все будет синим и дядька и толпа и дедушка с бабулечкой в общем все весь таймлайн да и вот мы сейчас попробуем сделать что-то может быть достаточно агрессивное но под названием блич байпас в принципе все достаточно смысл блич байпас это если все смотрели фильм спасти рядового района там цвета такие выцветшие достаточно депрессивные делается это при проявке киноплёнки тем что пропускается стадия в которой используется серебро я не химик я не фото не киноплёнку не проявляю но вот я знаю что есть такая стадия и не пропускают сзади получается такие вот очень контрастные десатуренные цвета ну первое что приходит в голову как сделать этот блич байпас это взять кривые задрать контраст до потери пульса да как то вот так вот и десатурить десатурить я сказал ну вот как то так ну получается грязноватники он получается ужасно зомби какой то да поэтому что мы сделаем вот наш исходник мы к нему добавим новую ноду на сегодня в принципе которая называется layer mixture она делает что она просто смешивает два слоя то есть у нас есть исходник у нас есть layer mixture потом мы создадим еще одну ноду корректор на который мы опять же подадим наш исходник в layer mixture мы добавим еще один input кладем у нас результат нашей ноды корректор и нашему ноду кеймиксер зачем она была нужна можно смешивать не тупо там прозрачка да а каким-то режимами наложения например старым добрым мультиплайер потом мы идем то что у нас причем вот это идет вниз это идет выше если мы добавим третий слой он пойдет еще выше мы идем нашим более верхний слой и опять же десатурим его а потом на нем поднимаем поднимаем гамма достаточно сильно и достаточно сильно и вот получаем такой вот рисунок причем можно даже не только гамма поднять да можно попытаться сделать инжирный мультиплайс возможно будет интересно и кстати еще один пример вот когда я хочу посмотреть как было как стало в принципе как по мне достаточно интересные цвета он кстати стал еще лучше удержаться от фона но это нас не не принуждает после этого взять там и опять же еще чуть десатурить это все да и как то вот такой вот оранжевый фон фон загнать чтобы больше походило на старые времена и как мы видим что характер вполне имеет место быть да 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 ну что Валентин покажем последнюю стадию как всю эту работу перенести обратно в монтажку да перед последней стадии я пойду вот эту наш тестовой ГЦП удалю чтобы он нам не мешался тут кстати тоже увеличивать уменьшать старым добрумским программ до свидания да так с сохраняюсь с с с рендер тут будет сейчас самое интересное самое интересное будет под названием выбираем xml round trip fcp fcp да выбираем куда мы будем считать с и вот тут вот с на винде все вообще плохо это в 10 бит скорее всего не можно здесь уже можно rgb здесь можно rgb я просто не знаю уговорим считать куда то есть там папочка единственное что плохо тут тут а тут уже можно создать папку просто в старой версии было нельзя не надо тут а вот теперь внизу не 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 здесь вот ставим суффикс это и есть папка в которой надо считаться то есть там пишут то есть видит ну жмем render ждем да да ты ответил нет ах ты ж зрение плохое стало на старости лет в принципе достаточно быстро считает да почти в real time 18 fps да при том что коррекция у нас не самое маленькое число по-настоящему ну тут тоже можно двумя лица еще проделять да и работы можно себе придумать над каждым что там вечно идеал не достижим а желательно ну в общем вот она просчиталась жмем кнопочку close идем в наш опять не забываем здесь надо закончить этот процесс выходить из DaVinci нельзя надо сохранить xml да идем в наш модуль conform добавим экспорт оно сразу же спросит xml или оно правильно да либо xo либо либо DaVinci поддержит catx либо if для avido и говорит спросит куда да ставит что-то хороняйся дальше сохраняем закроем DaVinci да и выходим из DaVinci а сейчас мы запустим премьер и там все итак мы вернулись и просто добавили xml в премьер вот результат налицо да все работает тамада скачет люди обнимаются и вот то чего мы делали целый день еще раз ну не целый день чуть быстрее но с перерывами на кофе часть и на обсуждение что показываем а что пока утаим вот так что всем до новых встреч пока закрыта небольшая такая вот монтажная шутка которая будет проверкой а вообще кто-то пользуется пользуется этим или нет все до свидания до новых встреч может быть как-нибудь потом пока да